Десногорск В Десногорске стартовала акция награждения ветеранов юбилейной медалью 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Дорогие ветераны, для меня сегодня очень большая честь вручать вам эти награды, потому что согласно положению, утвержденному указом президента, данные медали юбилейные вручаются от имени президента Российской Федерации. Нашему поколению невозможно осознать то, что пережили вы, то, что вы увидели. И мы можем только благодарить вас за то, что сейчас мы имеем. Мир на небо над головой. Можем радоваться детскому смеху. Это все благодаря вам. Это неоценимый заслуги и ваш труд, который мы будем помнить вечно. И поэтому для меня, еще раз повторюсь, большая честь сегодня по поручению от имени президента Российской Федерации и администрации города Десногорска вручить вам эти юбилейные медали в честь нашей Великой Победы. 5 марта в Доме детского творчества пять человек получили свою заслуженную награду. Николай Кириллович Тимофеев, Ольга Дмитриевна Смирнова, Валентина Даниловна Лыскова, Антонина Егоровна Ярошенкова и Валентина Дмитриевна Тимофеева. В числе тех, кто получили и получат памятную медаль, военнослужащие, партизаны и члены подпольных организаций, труженики тыла, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники, концлагерей и другие. Медаль – это знак подтверждения благодарности того, что мы помним и ценим наших ветеранов. Поколение, выросшее в мирное время, благодарное им за свободу и мир, добытый ими кровью и непосильным трудом. Дорогие ветераны, Комитет по образованию Администрации муниципального образования город Десногорск Смоленской области сердечно поздравляет вас с вручением юбилейной медали к 70-летию Дня Победы. Сквозь десятилетия доходит до нас немеркнущий свет подвигов, совершенных в суровые годы самой кровавой войны в истории человечества. Превозмогая боль утрат, испытывая неимоверное напряжение сил, не щадя себя, поколение Великой Отечественной отстояло право на мирную жизнь. Воины и друженики тыла, находясь в едином строю, приближали долгожданный день Победы. Низкий вам поклон и бесконечная благодарность, дорогие ветераны, за свободу и мирное небо над головой. Мы всегда будем учиться у великого поколения победителей истинной любви к Родине, стойкости и силе духа, самопожертвованию и вере в торжество добра. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и любви. Спасибо. В этот же день, 5 марта, в Доме детского творчества состоялась конкурсная программа «Юные патриоты России». В этих состязаниях приняли участие 6 человек мальчиков, воспитанников из Дома детского творчества и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко». Ребята доказывали свои знания в истории Великой Отечественной войны. Силу, ловкость, умение мыслить нестандартно, а также творческие способности. Программа состязаний состояла из нескольких конкурсов. Первый – визитная карточка. Каждый участник должен был представиться. Меня зовут Данил Фролов, мне 10 лет. Я учусь в 4-й школе 4-го А-класса. Наш класс делится на три группы. Это отличники, средние ученики и двоечники. Я думаю, что я средний ученик. Теперь о моей семье. Моя семья состоит из папы-мамы, двух бабушек и двух дедушек. Моя семья очень дружная. К примеру, недавно летом мои бабушка и дедушка по папиной линии, это Коля и Надя, сделали сами качели. Дедушка выгнул качели, а бабушка обшил их. И получилось очень удобно. Второй мини-конкурс – дежурный по кухне. Ребята продемонстрировали свое умение чистить и резать картошку. Что надо отметить, у них получилось неплохо. В конкурсе изобразительного искусства участники выполняли тематический рисунок о Великой Отечественной войне. Следующий был конкурс «Домашнее задание». Каждый участник представил на оценку жюри и зрителей рассказы и презентации об одном герое Великой Отечественной войны. Мы уже много лет, а наши деды и прадеды до сих пор с тяжести на сердце вспоминают годы войны. Трудные годы пришлись им пережить ради нашего спокойствия. Сегодня уже внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны слушают замиранием сердца рассказы старых солдат о нелегкой доле, которая легла на их хрупкие, прорудетские плечи. А еще в этот вечер ребята смогли продемонстрировать силу и ловкость, а также творческие способности. По итогам конкурса места распределились следующим образом. Первое место – Никита Петрошит, второе место разделили между собой Даниил Шелгунов и Даниил Фролов. И последнее, третье место было отдано сразу трем участникам – Армену Аваджану, Владимиру Соловьеву и Андрею Данильченко. 5 марта в деревянном храме десногорцы провожали в последний путь того, кто не дошел до победы, кто не вернулся из боя. Отдавали дань уважения и памяти тем, кто в страшные годы Великой Отечественной войны отстоял наш с вами мир и покой. Это они, не задумываясь, закрыли с собой родную землю – известные и безымянные герои. Поэтому-то и идут отряды поисковиков-добровольцев на места кровавых битв, восстанавливая имена погибших героев. Во время одной из таких экспедиций и были найдены останки бойца рабочей крестьянской Красной Армии Чупрова Василия Егоровича, 1921 года рождения, уроженца села Ижма, Коми, АССР. 4 июня 2014 года во время поисковой экспедиции в районе урочися Караковичи, это Рословский район, на берегу Десны, правый берег Десны, был обнаружен солдат Красной Армии. Это плацдарм на правом берегу, бои ожесточенные происходили в 1941 году. С солдатом был найден солдатский медальон. В последствии при помощи экспертизы удалось прочитать имя отца солдата. И мы вышли, в конце концов, на место, где жил солдат, это Коми СССР. И с помощью местных поисковиков уже потом нашлись родственники. В настоящий момент жива тетя солдата, ей 100 лет. И двоюродный брат солдата. Вот это самые близкие, да, ну это почти ровесники солдата. А так, конечно, много правнуков, внуков. Делегация Десногорского отряда за родину доставит останки бойца в город Печора, республики Коми, где и состоится захоронение. Родственникам будут переданы и личные вещи солдата. Вот это ключ от пулемета, от нашего, от Максима. Это точило для ножичка. Ну, просто точило. Это пряжка. А для? Да, ременная пряжка. А вот эта, это хлорница. Она была у немецких солдат. Но наши забирали и использовали ее под махорку. То есть это удобно. Она открывается, махорка насыпается. Она была там полная. Десногорский отряд «Высота», мы идем ранним утром в леса, чтоб найти пропавших солдат, чтоб погибли в кровавых боях. С исполнения Дмитрием Жуковым песни, посвященной поисковому отряду «Высота», началась праздничная встреча, приуроченная к десятилетию со дня образования этого отряда. С юбилеем поисковиков поздравил заместитель главы администрации муниципального образования города Десногорск Сергей Валентинович Тощев. Когда поисковые дивы поднимают солдат и видят, ворочат ту ситуацию, которая была на этом месте. Как расставил бой, где ушло наступление, откуда шли нападающие, где были защитники, как это я погиб и так далее. Поэтому я считаю, что это было настоящего войска подразделения. Бойцы поднимаем от лицов, для того, чтобы захоронить их героев с воинными почестниками, а уж если мы найдем родственников, передать, на этом мире, положено найти пропавших родственников и передать. Я считаю, что это, конечно, очень большое дело, которое вы делаете. Я думаю, что она вообще-то имеет и будет иметь поддержку как со стороны государства, со стороны органов власти субъекта и местного самоуправления. Сергей Валентинович вручил благодарственные письма Десногорского городского совета и главы администрации муниципального образования города Десногорск командиру отряда «Высота» Александру Викторовичу Дорошенко. Труд многих поисковиков также отмечен благодарственными письмами и почетными грамотами. Поисковый отряд «Высота» начался с восьми добровольцев, которые в 2005 году за собственный счет в свои выходные дни и отпуск шли в леса на поиск останков погибших бойцов. Сейчас в составе отряда 40 человек. Рядом со взрослыми людьми трудятся несовершеннолетние стажеры. Поисковики, как никто другой, понимают важность сохранения памяти о тех, кто защищал нашу родину на полях сражений. Их деятельность по поиску останков и перезахоронению, восстановлению имен солдат, считавшихся без вести пропавших, неоценима. Поисковым отрядом «Высота» за 2014 год была проделана огромная работа. Бойцы поискового отряда под руководством опытного командира провели три межрегиональных поисковых экспедиции на территории Ельнинского района Смоленской области и в Калужской области. Приняли участие в 16-й международной учебно-тренировочной вахте в Тёмкинском районе. Всего за время работы бойцами поискового отряда «Высота» были обнаружены и эксгумированы останки 195 погибших солдат, сержантов и офицеров РККА, 13 подписанных предметов, найдены 42 медальона. В 7 медальонах обнаружены подлежащие экспертизе вкладыши или посмертные записки. Найдены родственники трёх солдат. Поиск родственников погибших красноармейцев продолжается. Продолжается работа, продолжаются полевые выходы. Всем бойцам поискового отряда «Высота» желаем успехов в их нелёгкой деятельности и поздравляем с 10-летним юбилеем. В праздничном мероприятии приняли участие десногорцы, которых также война не обошла стороной, оставив свой отпечаток в их судьбах. Это ветераны Великой Отечественной войны Михаил Иванович Горолатов, Василий Тимофеевич Баранов, узники Анна Ивановна Антоненко, Раиса Алексеевна Баранова, Антонина Васильевна Кирьянова. Им были вручены юбилейные медали к 70-летию победы. Огромная благодарность за память. Папа просил передать вам огромное спасибо за то, что помните, чтите. Редактор субтитров А.Семкин